Строители, журналисты, металлурги на площадках города детства завершилась неделя профессий. На протяжении всей недели о своей работе на площадках рассказывали разные вологжане. Кого ждали в последний день, расскажет Вероника Гаврилева. Что вы каждый день делаете? Играем. Веселимся. А какие вы играете? Картошку. Корбояр. Это своего рода урок для детей. Как правильно задавать вопросы, чтобы получить ответы полные и интересные. Мастер-класс на площадке города детства дает журналист Вологда Портала Юлия Саминцева. Оказалось, для ребят эта профессия загадка, хотя телевизор смотрят все. Так что начинаем с АЗОВ. Если у нас в городе открывается, например, новый зоопарк, журналист должен прийти туда, у всех все спросить, посмотреть, что там есть в этом зоопарке, и, соответственно, затем рассказать об этом людям. Самое интересное для детей самому – побыть в кадре. В тележурналистике такой прием называется стендап. И тут тоже есть свои правила. Город детства всего дня. Подожди, подожди, подожди. Не-не-не-не-не-не. Ты микрофон держишь близко, вот так вот. Будет перегрузка звуку. Надо вот так вот. Вот. На уровне груди. И головой не верти. Смотришь именно в объектив камеры. Оказалось, дело это совсем не простое. Мы стоим на площадке. Площадка называется «Город детства». Тут все играют в игры. Сейчас мы стоим на площадке «Город детства». Всегда сюда приходит много детей и играют в разные игры. Профессию тележурналиста и обязательного его спутника-оператора ребята осваивают на неделе профессий. Это своего рода профориентация в самой доступной для юных влакжан форме. Камеру обступили кольцом. Вопросов множество. Как изображение становится четким и даже где кнопка записи. Что это за сколько? Это кольцо фокусировки. В другом игровом городке на площади Чайковского новый герой. Металлург с 10-летним стажем. Евгений по специализации плавильщик. Профессию выбрал еще в школе, когда впервые побывал с экскурсией на Северстали. «Хотя рядом с металлом температура и так 60 градусов, довольно-таки теплая одежда, но она его защищает от лучей». И зимой, и летом металлург одет в плотную теплую одежду. На голове обязательно маска с защитным стеклом, ведь работать приходится при высоких температурах. Сегодняшняя серия мастер-классов стала финальным аккордом недели профессий на площадках города детства. В игровых городках ребята знакомились с множеством специальностей – строителей, инженер, швея и библиотекарь. А еще юные волокжане участвовали в фотоконкурсе «Я и профессия моей мечты». Снимки выкладывали в группе проекта «Город детства» в одной из социальных сетей. И сегодня жюри уже подвело итоги. Победителем стал 7-летний Ваня, рассказавший о своей мечте стать сушистом. Он получит подарки, в частности сладкий приз от партнера проекта компании «Капитан Хруст». А впереди новая неделя на площадках города детства. И это будет неделя спорта. Вероника Гаврильева, Юлия Савинцева, Михаил Прищев, Евгений Тюнев, Волок да Портал.